В имя Своего Сыня и Святого Духа, дорогие братья и сестры, приближаются к Христову Рождество в следующей неделе Святых Паравотесов. А нынешнее по благодарению Господу Богу, потому что неблагодарная душа, это и есть та душа, которая отвергает пришествие в мир Господа Иисуса Христова. Благодарная душа смиряется и покоряется. Неблагодарная душа, гордая. Собственно говоря, Иуда обвиняется Церковью в неблагодарности. От всего же избавил Господи души наши. Надо быть благодарным, начиная с того факта, что мы есть. С этого начинается все. Что человек осознает, когда становится взрослым, что Бог у него не спросил, быть ему или не быть. И люди делятся на тех, которые по этому поводу бунтуют, как это у меня не спросивших, как это без меня меня женили. Или, может быть, такой гордый человек не хочет признаться, что есть тот, кто его создал. Тот, от кого он зависит целиком. От чьей воли? От чьей воли зависит моя жизнь? И кто меня предварительно не спросил о моем желании? И гордый человек игнорирует это ясное внутреннее указание в совести своей, что есть тот, кто меня создал. Он весь мир создал из ничего. Он все устроил по порядку. И он дал бессмертную душу. Он дал и совесть. Он дал и нравственное чувство. Он дал и ясное внутреннее осознание того, что будет всему конец и за все придется отвечать. Так создан человек. Хочет он этого или нет. И уже здесь начинается бунт, когда представляет себе это создание Божие, что оно само себя создало. Например, что сама природа создало. Сама Вселенная. А так как я часть этой природы, то отсюда вывод, что я сам себя создал. Как он не безумен, но это именно тот вывод, который делает неблагодарная душа. Неблагодарность это безумство. Это безумие. Или другой вид этого же безумия. Когда человек признает, что он создан высшим существом, вседовольным, всеведущим, всеблагим. Но по этому поводу затаил некую злобу. Так как признаться в том, что он добрее меня, знает лучше меня, когда и где мне появиться на свет Божий. Это означает поставить себя уже не в паритетные с ним отношения, а поставить себя заведомо ниже. Гордая душа не может себе этого позволить. Отсюда вот весь церковный модернизм. Между прочим, он именно отсюда. Желание Бога подверстать под себя, под человека падшего. Отсюда то, что мы видим в наших храмах, к сожалению, великую распущенность. То есть люди входят в Дом Божий, как в свой собственный дом. И ведут себя на службу, как в собственном своем доме. Это именно поэтому. Потому что не терпит человек и не желает понимать разницу между собой и Богом. Творцом и творением. А все едино. То есть, когда человек считает себя тоже в некотором смысле Богом. И даже выше Бога. То есть, когда свободу свою, земную, человеческую, падшую, ставят на первое место по отношению к Божественной свободе. Что якобы Господь не может ее нарушать. Не может побирать права этого падшего человека. Может, братья и сестры, может. Господь все может. Невозможно же ему не чесожить. И такие люди ограничивают Бога и дерзко судят Его. Мы это видим со всех сторон. Когда дерзкий суд человеческий обвиняет Господа Бога и в жестокости, и в несправедливости, и в чем угодно. С каких же позиций? С позиции собственной. Справедливости и нравственного совершенства. Не так ли? Начиная с Достоевского, которого проходят наши дети в школе. Который судит Бога за то, что тот допускает страдания невинных людей, видите, или детей. Все это мы проходили. Нужно всему этому давать четкий и точный суд перед лицом Божиим. То есть тот суд, который нам заповедовал. Суд и милость и веру, вяжшую в законе. Горе вам, книжники и фарисеи, чтобы вы это оставили. И чтобы не быть тут книжниками и фарисеями, нужно, значит, иметь этот суд. Божий суд твой, цареве, дашь и правду твою, сыну цареве. Дорогие братья и сестры. Вот этот-то суд, заповеданный нам. То есть отвержение зла и злых, и любовь, безоглядная, бескомпромиссная любовь. Господу Богу, создавшему нас, без условий предварительных, полная любовь и полное ему подчинение. Она-то и утончает душу, делает ее чуткой и благодарной. И, что удивительно, дорогие братья и сестры, Господь не под одну гребенку всех. Разница есть между людьми. И тем не менее, да, одним больше, да, но другим меньше. И тем не менее, спрос совсем один и тот же. Не десять ли очистились? Да девять где, Господь говорит сегодня в Евангелии. Сегодня Евангелие, неделя двадцать девятая. Об исцелении десяти прокаженных. Иисусе, наставниче помилованы, вознесли они свой глаз и были помилованы, то есть исцелились от проказа и посланы. Идите, покажите священникам. Священникам. Ну, они и послушались. Как им было сказано, они так и сделали. За что тут еще судить, спросишь. И всегда неблагодарная душа, она оправдывается. Ну, во всем такой человек может оправдаться. Вплоть до того, что Иуда может оправдаться. Перед собственным судом. Если захочет. Но не может. И это очень опасный путь. Опасный путь. Надо иметь совесть чуткую, когда она припирает братья и сестры. И обличает. Не надо с ней спорить. Мирись с соперником твоим, пока ты на пути с ним, сказано про это. И этих девять совесть тонко-тонко припирала и обличала. Но они сопротивлялись ей. Каким образом? А таким, что кто нас исцелил, тот нас направил пойти к священникам. Засвидетельствовать, чтобы они смогли наше исцеление. А если бы не послушались бы совести своей, то они бы вернулись к первосвященнику и ходатаю Нового Завета. Священнику вечный благ Господу нашему Иисусу Христу. Господь много раз в Евангелии как бы намекает. И для четкой души этого, оказывается, достаточно. А для нечеткой души неблагодарна. Не то, что намеку недостаточно, а и в лоб, я ей скажу. Она как каяхи, как Господь сказал. Когда тот спросил, ты ли еси Христос, Сын Благословенный? Господь ответил, ты речи. Да? Аз есть. И что? Принесло это пользу каяхи? Нет. И поэтому будем бояться вот этого. То есть требовать. Требовать. Как часто бывает. Это и в спорах бывает. Это кто нас обличает. И мы не хотим согласиться. Хотя совесть подсказывает, что он прав. Отец или мать, например. Или когда кто-нибудь, кто умнее нас. И добрее. И ближе к Богу. Говорит нам простые вещи. А мы не хотим слушать. С детства, например. То возникают у нашей грубой души требования. Ты мне это объясни сначала. Разжой за меня и в рот мне положи. Так сказать. Тогда я проглочу. Так уж и быть. И соглашусь. А ты говоришь какими-то намеками. Слишком умно. Или слишком общо. А совесть-то на что у тебя? Не надо разжевывать и в рот класть. Мы христиане. У нас все есть для того, чтобы понять. Достаточно обличения совести, братья и сестры. Хочешь разобраться? Разберись. Это не вилами на воде написано. Это написано в Писании. И раскрыто. И у святых отцов. И учения церковным сполна. Достаточно. Так и здесь. Один из исцеленных вернулся. Что ему стоило вернуться? Конечно. Когда 10 идут. Попробуй развернуться. И пойти вспять. Но для этого нужно иметь самостоятельность. И всем нам необходимо ее иметь. Духовная самостоятельность. Что это значит? Это не значит на всех, так сказать, поплевывать, как на низших себя. И ни во что не ставить. И нет. Совсем нет. Это значит всех уважать. Всех любить. Но перед Богом быть всегда в одиночестве. И наоборот, вот этот коллективизм, вот эта общинность, она как раз развивает в людях несамостоятельность. Человек понимает, что этого нельзя делать. А все делают. И он вместе со всеми все это делает. Например. В храме, например. Все разговаривают. Ну, значит. Или там. Все поют не в попаду. В том числе, кому медведь на ухо наступил. Значит, и ты давай подгулой вместе со всеми. Как это нелепо. Как это неблагочестило. И неблагочинно. Но все так делают. По телевизору это показывают. А нужно, братья и сестры, быть как этот один, прокаженный, очистившись, имевший мужество, развернуться. Хотя десять шли. Кругом него девять. Вот это зависимость от людей. Беда большая. Все святые нам показывают независимость от людей. При том, что они готовы были всем служить. Всем быть рабами. Все ноги умывают. Ни перед тем не превозноситься. Но при этом не имели ни с кем вот этой задушевной близости. Пустынники уходили в пустыню. Мученики, когда оказывались на пробеже перед судящим. Даст-то вам тот чад, что вы с глобой. Не вы бы будете, но дух отца вашего, отца и вас. Придаст же брат брата. На смерти отец чада. И вас станут чадом родители. Двое будут. Мелище. В жерновах одна берется, одна оставляется. И так далее. Все Евангелие об этом говорит нам. Всех люби и будь от всех далек. Но как это невыносимо для человека коллективного. И вот к чему это приводит. Упаси Бог, братья и сестры, нарушай призыв совести. Второй раз она уже не подскажет. Один единственный раз она колет и указывает. И человек, который через нее переступил, дальше идет легко. И дальше такой человек. Именно благодетельству. Именно исцеленным. Но переступившись совесть. Становится на огонь. И ожесточенным. Поэтому ты, заметьте, в этом Евангелии, Господь только одному из них, хотя исцелил всех, и облагодетельствовал всех, только одному говорит. Дерзая чадочек, вера твоя спаси тебя. И только один спасенный из десяти. Не только исцеленный, но и спасенный. И исцеление должно было всех их спасти. А только одному Господь говорит. Дерзай, вера твоя спаси тебя. Из этого сделаем хороший вывод, братья и сестры. Что надо быть весьма чутким и не пренебрегать волосом совести. Господь много раз в Евангелии говорит, как бы издалека. И Сын Человеческий предал будет в руце Человеческой. А его не понимают. Кто есть сей Сын Человеческий? Когда Он говорит, вознесен подобает Сыну Человеческому быть. Я скажу, вознес Моисей змею в пустыне. Кто есть сей Сын Человеческий? Господь не отвечает. Требовалось, чтобы они, следуя голосу совести Своей, узнали обо Нем именно того, о Кого Он говорит. Господь много раз так делал. Когда говорит, что вам униться о Христе, и чей Он Сын? Давида. Как же Давид Духом Господа его нарицает в глаголе? Прича Господь, Господи, на моем мы сиди, я досну, и мне донди же положу враги твои, подножая ногам и твоим. А еще Давид называет Его Господом, как и Сын Ему есть. И никто же, возможно, возразить. Видите? Возразить не могут. Но и не покоряются, и не поклоняются Ему. Хотя и возразить ничего не могут. О, ужасное состояние! А почему? Потому что ноги уже далеко зашли. Да, именно поэтому. Возразить нечего, но и поклониться не могут. Или жители Годоринской страны видели чудо. Возразить нечего. Возразить нечего. Но говорят, оставь на нас. Вот так и душа крещённая, церковная, причащённая даже, но не покорливая. К чему она идёт? К тому, чтобы так сказать. Куда ноги уже направлены, туда я пойду. Не могу перемениться, не могу развернуться. Мы все это знаем. Каждый раз, когда поступаешь по совести, когда то или иное искушение посылает Господь, приходится разворачиваться. Подобно тому, как человек за рулём автомобиля едет, Ранним утром видит на обочине, лежит кое-кто. Проехал, думает, там населённый пункт вызовут сами. Едет километр два, десять километров, но не может дальше ехать, совесть его обличил. И он развернулся наконец. И вернулся. И видит, что никто, кроме него, так и не приехал. И он первый, кто поднял этого несчастного, или вызвал скорую помощь. И он после этого благодарит Бога, что он это сделал. Но как же трудно развернуться. Но как только развернёшься, уже легко. Когда ещё не развернулся, кажется, расстояние огромное уже проехало. Но когда развернулся, его как бы уже и нет этого расстояния. Оно мгновенно преодолевается. Так и в духовной жизни, это всё и есть духовная жизнь, истинная. И когда прощение просишь у жены, например, у своей или у тёщи. Мучаешься, мучаешься, мучаешься. Не надо мучиться. Надо, перекрестившись, сделать это. И как же легко, мгновенно, и весело, и радостно. Так и здесь, наверное, он тоже мучился, когда шёл в ногу с ними. Но не смог дальше идти. И важно, что он был иноплеменник, самарянин. Вот как важно быть не иудейством. Те были иудеи, а он был иноплеменником. В чём здесь суть? В том, что надо быть истинным иудеем, а не мнимым. И этот самарянин оказался большим иудеем, то есть славным, боголюбивым, чем эти называющиеся иудеями. Называющиеся иудеями, но не суть, а суть сборища сатанинской, как говорит апокалипсис, про иудаистов. И любой национализм, он именно в этом и состоит. Любой нацизм, любой изм, даже можно так сказать. То есть любая общность человеческая, одухотворённая какими-то земными идеалами, которые ставятся в углах и перевешивают чашу верности Господу Богу и данной от Него совести. Так и здесь. Это не просто была уже общность, эти люди шли. Господь не зря их ждал на том месте, где их исцелил. Но это земное единство во имя земной цели войти в израильское общество с помощью священника, которые освидетельствуют, снимет эту проказу уже властно. И они отверженных станут законными членами этого сообщества. И вот эта перспектива и пленила их души, братья и сёстры. А перспектива это чисто идеологическая. То есть воображаемая, мечтаемая, она так нарисовалась ярко в их воображении, и они друг друга поддерживали в этом, что уже не могли, никто из них не мог развернуться. Только один из них. Так и мы должны быть этими самарянами. Быть этим самарянином – это и значит быть истинным иудеем. Быть этим самарянином – это и значит быть истинным русским. Потому что русский – это значит православный. Но при этом никакой вот этой общности земной не возникает. Только ради Христа. Только ради Христа. Никакой вот этой общности, когда, как советский поэт пел, «возьмёмся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке» и так далее. «Нет! Упаси Богу!» И каждый воин, например, который душу свою полагал за веру, за царя православного, за отечество и за други свои, он был в окопе один перед Богом. Помогал, выручал братьев своих, отстреливался за них, прикрывал их, но был все равно один перед Богом. Так и каждый воин Христов всегда и везде один на любом допросе. И мы должны так себя выправлять, чтобы всегда и везде быть в одиночестве, братья и сестры, в святом благом одиночестве. Это не значит быть нелюдимым, угрюмым, нет. Ты будь общительным, но в то же время никакой задушевности. Между прочим, только муж и жена могут иметь задушевную дружбу. А как сказано в Писании, немного будет с иною, другою. Есть блуд не только телесный, но и душевный. Когда мужеского пола человека, существом другого пола, имеют задушевную дружбу, задушевную, не будучи мужем и женой. Почему об этом приходится говорить? Потому что люди не выдерживают этого благого иго Христова, одиночества перед Ним. И впадают в разного рода блуд. Разного рода блуд. И общественного, и массового, во всяких демонстрациях, во всяких Майданах. Нужно иметь святое мужество. Всегда и везде говорить этому нет. Этому безумному. Здесь тоже мы видим этот Майдан. Когда девятеро, большинство, шли туда, куда совесть препятствовала. Да, эта совесть очень-очень тонко в них говорила. Почти незаметно. Но нет ничего сильнее этого тонкого и незаметного движения. Глаз от хлада тонко, как сказано в Библии. С праздником вас, дорогие братья и сестры. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.